Уникальную операцию провели израильские врачи. Они создали для пациента искусственное лицо. Причем пациентом был сириец. Детали знает Сергей Ослендер. Когда этого человека доставили в больницу, даже многое повидавшие израильские врачи буквально пришли в ужас. Молодому сирийскому парню пуля снайпера попала в лицо. Она раздробила кости, скулу, верхнюю челюсть, нос, глазницу. Лица у него по сути дела не было. Чудо, что он вообще остался в живых. На Западе в таких случаях пациенту могут сделать пересадку лица. Но эта операция очень долгая, сложная, с неопределенным прогнозом. А главное, после нее больному нужен тщательный пожизненный уход и прием дорогостоящих лекарств. В охваченной гражданской войной Сирии это попросту невозможно. Израильские медики пошли по другому пути. Они, по сути дела, решили заново создать лицо пациента. Мы уже очень хорошо освоили технологию печати костей на 3D принтере. Поэтому просто напечатали кости. Скуловую, челюсть, нос и так далее. Куда сложнее было с кожей. Пересаживать его собственную мы не стали. Он получил другие ранения и ожоги. А мы просто вырастили его кожу в лаборатории, взяв образцы клеток. Вырастили столько, сколько нужно. Без всякого риска отторжения. А дальше все было, что называется делом техники. В ходе долгой многочасовой операции кости, напечатанные на принтере, установили на место. А потом покрыли импланты кожи в ходе очень долгих и кропотливых процедур. Сейчас сирийц на реабилитации. Ему предстоит еще несколько операций. Но совершенно смело можно утверждать, что он первый в мире человек с искусственным лицом. Снимать его, правда, не разрешают. Во-первых, работа еще не закончена. А во-вторых, по соображениям безопасности, парню еще предстоит вернуться в Сирию. За годы гражданской войны в этой стране через израильские больницы прошли десятки тысяч сирийцев. Врачи оказывали им самую разную помощь, провели сотни сложнейших операций, принимали роды и протезировали. Сейчас встал вопрос, а кто будет за все это платить? Счета за оказанную медицинскую помощь уже составляют десятки миллионов долларов. И очевидно, что сирийское правительство эти долги покрывать не будет. Так что, судя по всему, платить придется израильским налогоплательщикам. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.